Пойдет ли Димаш дальше с Бадоевым? Бред собачий. Поют семером, да, то есть всей арабой, как Иисус, да, он стоит и он... На мой взгляд, между BTS и Димашем Кутербергеном нет ничего общего. При этом пишут, мол, напоминает BTS. Димаша обвинили в плагиате на BTS. Ну, это же полный бред. Сами посудите, в группе BTS семеро парней, Димаш один. Да, он уважает их творчество, но при этом семь человек, семь парней на сцене поют. Естественно, каждый по отдельности не смог бы так выделиться, как Димаш Кутерберген. Опять-таки, Димаш один завоевал такую же публику, а то, глядишь, и больше, чем группа BTS. Ну, это мое личное мнение. Возможно, конечно, какие-то внешние данные начинают сравнивать группу BTS и Димаша. Но, опять-таки, если взять стиль у BTS больше поп и поют семером, да, то есть всей арабой, чтоб наверняка, да, чтоб наверняка покорить зрителей. То есть, почему не один человек, а семером? Но Димаш же стоит один, да, действительно, как и Иисус, да, он стоит и он поет просто уникально. То есть, такие ноты, на мой взгляд, не может взять ни один из солистов группы BTS. Если в гугле написать Димашу по новостям поискать, что же пишут, сразу же натыкаешься на новость портала PopKey, где пишут, что якобы у Димаша новая песня, похоже, ну, там, небольшой отрывок, да, на какую-то композицию из альбома Map of the Soul 7, да. Я долго думал, что же напоминает, подумал, что это BTS, да, начнется ругань поклонников двух групп, абсолютно две разные песни, что, на мой взгляд, знаете, действительно, ругаться абсолютно не стоит. Ну, что, ну, если какой-то дурень, дурень, да, может, написал, что ему похоже, а может, ну, это его видение, да, и он имеет право на свое мнение. Но, однозначно, большинство видит в Димаше и в группе BTS абсолютно разных артистов. Здесь же есть небольшое обвинение, мол, мало танцев, да, то есть кому-то показало, что якобы у Димаша мало танцев. Но вот обратите внимание на этот отрывок, как танцует Димаш Кудайберген, да, и при этом, я так понимаю, здесь камень в огород, что якобы у BTS танцев много, у Димаша мало. Ну, бред собачий. При этом в самом конце статьи сглаживается, так сказать, конфликт, и приводятся цитаты Димаш Кудайбергена, где он говорит, «Я не хочу сравнения с BTS, я их уважаю за их творчество, они большие трудяги, пример, но я пойду своей дорогой», сказал в одном из интервью. Действительно, на мой взгляд, это шоу-бизнес. У людей же есть право на мнение. Сколько людей, столько и мнений. И однозначно тебя будут сравнивать. При всем этом не надо забывать, что Димаш Кудайберген, в первую очередь, популяризирует Казахстан. Масса песен на этом языке. А BTS – это семеро парней, которые поют, по сути, на южнокорейском языке и живут в этой стране. Тем временем, Димаш также поделился, знаете, в доказательство, что Казахстан продвигается вовсю. Совсем скоро планирует выпустить альбом на этом языке. И снял клип на некую песню, тоже на казахские слова. Димаш говорит, дорогие друзья, рад сообщить вам, что несколько дней назад закончил снимать новый клип на одну прекрасную песню на казахском языке. Очень скоро новая песня и новое видео. Поэтому обязательно ждем. И, вы знаете, я просто уверен, что у BTS явно не будет такого продукта. Явно не будет вот этого колорита Казахстана. Не будет таких сочных, интересных кадров. Причем, знаете, лично мне, конечно, больше нравится творчество Димаша Кудайбергена. Но, повторюсь, я уважаю и то, что делают ребята из BTS. Вообще, знаете, художника, по сути, нельзя обижать. Потому что он может перестать творить. Нельзя, ни в коем случае. То есть, BTS делают и пускай делают то, что у них получается. Димаш, действительно, у него совершенно другой формат. И я считаю, что вот, так сказать, как две параллели. Они могут идти рядом, но они не пересекаются. Что касается нового клипа, конечно, очень любопытно, кто снимал этот клип. Напомню, что ранее снимал его Бадоев. Да, во всяком случае, «Любовь уставших лебедей», а также на песню «Знай». И вот, в принципе-то, «Любовь уставших лебедей» не особо так всех вдохновила из-за того, что там было мало Димаша. Но лично мне очень понравился клип на песню «Любовь уставших лебедей». То есть, он снят, знаете, с такой голливудской графикой, необычно, да. Что касательно «Знай», не все поняли тех танцоров, которые были. Но, знаете, со временем, когда люди начали чаще смотреть этот клип, он, в принципе, зашел. Но, опять-таки, все-таки была критика в адрес Бадоева. Якобы не то, да. Якобы он не может сотрудничать с таким талантом, да, с такой мировой звездой, как Димаш Кутерберген. Очень любопытно, пойдет ли Димаш дальше с Бадоевым, либо же уже, так сказать, снятое видео своими силами, либо же с другим клипмейкером. Напишите, кстати, ваше мнение по этому поводу. Что вы думаете, с Бадоевым снимет клип Димаш Кутерберген, либо же с кем-то другим? Опять-таки, что думаете по поводу сравнения Димаша с BTS, да, по поводу этой новости, которая появилась на портале Пупкейк? Огромное спасибо, что досмотрели видео до конца. Я искренне ценю и люблю каждого из вас. Конечно же, жду новых произведений Димаша и новый клип. Мы обязательно обсудим и посмотрим вместе на этом канале. До новых встреч. Субтитры создавал DimaTorzok